Доброе утро всем зрителям живого гвоздя! Вторник, 11 утра в Москве и, как всегда, в прямом эфире программы «Мовчане». Я Евгения Большакова и финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчансгрупп» Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, доброе утро! Жень, доброе утро! Доброе утро всем! Восемь утра по Лондону, дождливое, хмурое утро. Наверное, у вас там хорошо, уже солнце светит. Солнце светит, да. Хорошо. Ну ладно, всё равно надо продолжать нашу работу. Мы в прошлый раз говорили про Индокитай и дошли до примерно конца первого тысячелетия нашей эры. Сегодня попробуем успеть поговорить про период от этого момента и до нового времени, чтобы уже потом в следующей передаче спокойно поговорить про современную экономику Индокитая. Но сперва просто хочу обратить ваше внимание, сказать два слова о том, что происходит в мире. У нас очередные новые данные по Соединенным Штатам Америки. Опять рекордный рост количества рабочих мест в Штатах. И одновременно из Китая, который рядом с Индокитаем, как многие из вас знают, приходит сведения о том, что в Китае дефляция, то есть процесс обратной инфляции. Падают цены на товары и продукты питания, несмотря на очень мягкую монетарную политику китайскую. То есть это всё такой, ну об этом мы говорили в своё время, просто мне хочется показать это ещё раз, чтобы вы не забывали, что происходит сейчас в мире, такой один из итогов волны деглобализации. Который с таким радостным придыханием многие говорили, что вот развивающиеся страны освободятся от игор глобального мира. Вот смотрите, как происходит освобождение от игор. Американцы переводят к себе производство. Американцы от этого растут, американцы развиваются. Страна никак не может перестать жить с высокими ставками. Видимо, всё-таки понижение ставок откладывается в связи с этой статистикой. Посмотрим, на этой неделе будет статистика по инфляции, там будет лучше видно. Но тем не менее. А Китай никак не может пережить тот факт, что сокращается экспорт. У Китая падают параметры ВВП. Даже официальные таргеты упали уже на 5%. 5% я думаю недостижимый рост для Китая в этом году и в ближайшие годы. И дефляция ясно показывает, что потреблять китайские товары некому. Они начинают идти на внутренний рынок и на внутреннем рынке падают цены. Несмотря на то, что доходы у китайцев практически не растут в последнее время. Вот, пожалуйста, как развивается сценарий, когда мир становится менее глобальным. Ничего хорошего для развивающихся стран в этом, разумеется, нет. Ну а мы сегодня всё равно говорим про избы Китая, говорим про времена старые, когда экономические законы только формировались, но при этом были очень похожи на те, которые сейчас. Вот никуда не денешься. Экономия – это почти физика. Она работает всегда примерно отзнаково. Ну и, возвращаясь к Китаю, 938 год нашей эры, совершенно условная дата. Считается, что в этот момент, когда Китай переживал очередной период слабости своих династий, династия Атьян распадалась, территория северного Вьетнама становится независимой. И она добавилась в этот момент к так называемым «четырём великим мандам». Если помните, мы говорили про страну Чам, которая занимала территорию Южного Китая. Мы говорили про Дель Тумиконга, как большую мандалу, вокруг которой формировались города. Как Махабхаратха, индийская такая же мандала, но только в Индокитае. Говорили про мандалы вокруг Чао Прай, мандалы вокруг Срединной Камбоджи. И вот здесь появляется ещё одно независимое пространство в это время. Впервые, собственно, история независимого Вьетнама так или иначе начинается. Дай Ла – это название центра этой территории. Дай Ла, Дай Вьет – там будет очень много разных названий, которые будут крутиться вокруг этого. И дальше с этого момента можно уже говорить о том, как развивался Вьетнам. Параллельно в Дельте Меконга и западнее Дельте Меконга идёт развитие государства Кхмеров. Помните, мы говорили о том, что Кхмеры – это переселенцы с островов, это австро-незийская культура, скорее. И если традиционно смотреть на карты Индокитая того времени, вот, может быть, Женя нам покажет такую традиционную карту, а я попробую объяснить, что здесь не так, на этой традиционной карте, то есть впечатление, что империя Кхмеров, она здесь пророчественно закрашена красным, когда-нибудь появятся красные Кхмеры, мы о них поговорим ещё, конечно, она занимает почти весь Индокитай. За горами находятся Чамла и Дай Вьет. С другой стороны, то, что здесь обозначено Мон-стейтс, это протоберманские государства. Бирма – это вообще в целом, если упрощать, государство народа Мон. Какое-то зелёное индуистское образование, Харипанджая, которое расположено на этой карте неизвестно где, и поэтому есть большие сомнения, что там вообще было какое-то централизованное государство. Это вот стандартное представление карт того периода. Скажем, XI век, условно говоря, X век нашей эры. В реальности, если вы поднимались от Тайского залива наверх, то очень быстро вы приходили к ситуации, что практически ничего вокруг нет. Нет ни власти, нет ни населения, нет ни государств, ничего. То есть всё, что здесь нарисовано красным, нарисовано красным, потому что просто нечем больше нарисовать, ничего там толком не было. Пространства пустые, регион оставался торговым регионом. Здесь очень хорошо видны реки на этой карте, почему ещё я её выбрал, несмотря на то, что она вот такая не очень точная, чтобы было понятно, как формировалось просто торговое пространство. Вот Чао Прай – это западное семейство рек. Там появится со временем Таиланд. Мы о нём, конечно, будем много говорить. Меконг – это восточное семейство рек. Здесь совсем наверху во Вьетнаме идёт красная и чёрная реки. Рэд ривер, Блэк ривер. Вокруг всего этого можно формировать города, которые торгуют. Вдоль побережья Вьетнама, поскольку корабли должны заходить в порты, они не могут очень долго находиться в море, формировались в основном тогда индуистские города. И если вы посмотрите на название, это всё индуистские названия. Пур – это город. А в середине этой территории делать нечего. И культура выращивания риса в середину этой территории практически ещё не пришла. И места там неудобные для того, чтобы жить особенно. И поэтому там как бы пусто. Эту территорию теоретически, если бы нашёлся какой-то народ, который хотел бы занять территорию, то он мог бы её занять. Это было достаточно просто. И народ такой найдётся через пять минут. Буквально мы об этом будем говорить. А пока что я бы вторую, как попросил карту, показать Женю. Вторая карта значительно более точная. Но вторая карта отражает уже изменения, которые происходят к XIII веку. Соответственно, зелёная – это Камбоджийская империя, империя Кмеров. Она расположена там, где, собственно, что-то происходило реально, где можно было говорить о какой-то власти. Чампа, Дай-Вьет, на своём месте, где им положено быть. Когда Дай-Вьет освобождался, естественно, далеко не вся территория, на которой жили вьетнамцы, могла быть освобождена от китайцев. И поэтому и Хайнань остался у Китая, и всё, что вокруг Хайнань осталось у Китая. Мы говорили с вами о территориальных претензиях вьетнамцев к китайцам. Они с тех пор остались вечными. Вряд ли когда-то будут удовлетворены. А дальше вдоль Чао-Прае, там, где влияние Кмерской империи было не таким большим, начинают появляться совершенно другие образования. Совершенно другие государственные или протогосударственные, если хотите, образования, начинаются появляться ещё от того, что на Земле места пустые не бывают, и в это пустое место начинает устремляться китайская народность. Это народность, близкая к южным китайцам, которые называют себя Тай, и которые постепенно из Южного Китая начинают мигрировать на эти пустые территории, потому что китайцы их просто выдавливают. Они не хотят быть частью империи. В XI-XII веках происходит много событий, связанных с местными восстаниями против давления центральной китайской власти. Восстания кровавые, восстания подавляются кроваво. Через горы, предгория Гималаев народ в буквальном смысле выдавливается, так же, как в своё время евреи с Моисеем уходят через Красное море на Синай. Здесь происходит такая же миграция. Тайцы двигаются вниз, но тайцы двигаются вниз и культуру риса, разведения риса, и культуру другого земледелия, и в том числе китайскую культуру военную. И поэтому без особого труда постепенно занимают территорию, двигаясь вниз. Ну и не забывайте, на этой карте такая вниз стекает тайская тёмно-синяя речка на полуостров вдоль Тайского залива. Она такая, потому что там горы половину полуострова занимают. Они просто с востока обходят эти горы, уходят на юг. И где-то к XIII веку, XIII век важный, XIII и XIV века важны в истории, как вы помните, потому что это время короткого ледникового периода, как его называют, время похолодания, и время распространения чумы. XIII и XIV века вообще очень сильно меняют карту. Если севернее посмотреть, это монгольское нашествие в начале и на излёте весь период. Это очень серьёзные изменения в Европе. И, естественно, здесь тоже эти изменения будут происходить, мы о них будем говорить. Поэтому вот к XIII веку карта выглядит так. Уже есть какая-то основа того, что мы потом будем видеть в Индокитае. По крайней мере, появились основные действующие лица. Здесь народ вьет, очень пёстрый, разнообразный. Насколько пёстрый, мы сейчас будем говорить. Народ Тай, который пришёл сюда, который чуждый, который из Китая. И есть некоторая ирония в том, что народ Тай пришёл из Китая, в том, что это китайцы, потому что потом именно вокруг Тая будет формироваться центр националистического движения индокитайского, антикитайского движения. Ну, так обычно и бывает. Обычно двоюродные братья больше всего враждают между собой. И, естественно, кмеры, выходцы из Австронезии, выходцы с Явы, наверное, да, мы не знаем на 100%, по крайней мере, там легендарная конструкция приводит их с Явы. Они, в общем, потом и будут занимать Индокитай, и до сегодняшнего дня они так и будут жить. А пока где-то к середине XV века независимость от Китая окончательно сформировалась у Вьетнама. Надо переносить передачи не на утренние часы, совсем говорить невозможно. Тогда впервые всерьёз на карте появляется столица независимого Вьетнама, которая называлась тогда Танглок, приземляющийся дракон. Если вы приедете в Ханой, то вы, уже заходя на посадку, поймёте, почему это место так называется. Оставляю это для вас, для вашего прилёта туристического. И дальше, примерно в течение трёхсот лет, северный Вьетнам, северная территория Дай-Вьета распространяется потихоньку вдоль гор, на юг, вдоль моря. Почему она туда распространяется? Потому что территория более цивилизованная и более развитая, чем юг. Индокультурная, если хотите, юг, области Чам. Они очень далеко от Индии, развитие их идёт очень слабо, они остаются отдельными, разрозненными торговыми городами, как, помните, Мекка, Медина и другие города той территории Красного моря. А Дай-Вьетн, несмотря на то, что он независимый, они очень не любят Китай, они охраняют себя от Китая, они не хотят быть частью Китая, при этом они несут, естественно, на себе китайскую культуру, которая в этот момент достаточно развита. И в военном смысле китайскую культуру, и в экономическом смысле китайскую культуру. И Северный Вьетнам, в том числе благодаря наличию Хайнаня, который легко принимает корабли, которые идут в Китай, Северный Вьетнам вынужден экономически диверсифицироваться, отходить от модели просто торговых городов вдоль побережья. Там начинают активно развиваться ремёсла, там начинает активно развиваться сельское хозяйство, экстенсивное. Он начинает снабжать Южный Китай, в том числе, продовольствием. И за счёт этого начинает двигаться на юг, просто за счёт того, что сил значительно больше. Продвижение это идёт с переменным успехом, через большие войны. Однажды даже Ханой чуть было не был захвачен войском Чампа. Но, тем не менее, в середине XV века Чампа перестаёт существовать как независимое государство. А к XVIII веку вся территория к востоку от гор, включая и долину Меконга, включая дельту Меконга, прошу прощения, начинает подчиняться правителям Дальвьетов. Фактически, это первая карта современного Вьетнама. Появляется где-то в XVIII веке. Вот есть у нас эта карта, наверное, Женя может нам её показать. И эта карта интересна не только тем, что на ней видно, как шло это продвижение на юг, это завоевание постепенное. То есть там такая война за поглощение более южного и индиоцентричного, если хотите, государства, более северного, и Китая-центричного, шла на протяжении 400 лет и даже больше, на самом деле, даже если, всё-таки, наверное, даже 800 лет, можно сказать, и закончилась полным поглощением индиокультурного государства, от которого на сегодняшний день не осталось никакого следа, не осталось воспоминаний от этого народа. Он весь ассимилировался, не осталось культурных воспоминаний, не осталось административных воспоминаний. Сейчас это всё территория народа Вьет, условно говоря, Вьетнам. Ну и вот так тоже бывает в истории. Это современным борцам за свободу и независимость надо понимать, что не всегда это удаётся, не всегда государства и народы сохраняются. От народа Чампани осталось ничего в буквальном смысле, ещё и потому, что письменности у них не было, письменность до них не дошла, несмотря на то, что в Камбодже письменность была где-то с VI-VII века н.э., то есть у хмеров, да, у соседей. И в итоге этого народа больше не существует. Можно генетически, наверное, выявлять какие-то черты этого народа, какие-то гены этого народа у сегодняшних вьетнамцев, но де-факто народ растворился. Уже на этой карте вы видите, наверное, насколько мелко было разбито на мелкие подгосударства или области, или провинции вьетнамское государство. Вьетнамское государство тех времён было уникальным в каком-то смысле по своей структуре. Я вот меня, пусть более хорошо знающие историю читатели и слушатели поправят в комментариях, я с удовольствием почитаю комментарии, но я не знаю другого государства, которое было бы уже в поздние средние века построено по принципу нуклеаризации деревни как единицы. В конструкции вьетнамского государства деревня была самой маленькой единицей отправления права. То есть всё государственное право, исходившее от императоров или королей, как хотите их называть, вьетнамом, заканчивалось, как они сами тогда писали и говорили, у дверей деревни. Все законы распространялись на деревню в целом. Внутри деревни были законы деревни, которые могли сильно отличаться от деревни к деревне. То есть в Соединённом Штатах Америки, где есть законы штатов, это и не снилось. Здесь 50, 70, 100 человек могли иметь совершенно свои законы внутри себя и пользоваться законами государства только тогда, когда они выходили за пределы своей деревни. Это управление внутри деревни велось по своим внутренним законам, и это не позволило на территории Вьетнама вырасти никакой ни финансовой, ни аграрной олигархии, потому что деревня, естественно, поглощала любые попытки них несимметричного роста. А управление государством велось по китайским принципам. Вьетнам использовал китайский шрифт, китайский язык в государственном управлении, конфуцианство, использовалось как методика госуправления. Вьетнамские чиновники, несмотря на то, что все они присягали Вьетнаму, и все они были антикитайцами, естественно, и все они боролись с влиянием Китая внешне и так далее, они все ездили в Китай обучаться тому, как управлять государством, они все проходили там обучение, все крупные чиновники, естественно. И такая тотальная бюрократия, построенная на конфуцианстве, не давала возможности вырасти серьезному классу религиозных деятелей, потому что религиозные деятели в этом смысле были бы оппозицией с точки зрения управления, и, естественно, бюрократы этого не хотели. Соответственно, политика была абсолютно бюрократизированной, а система экономического управления основывалась на такой деревенской коммуне. И в этом смысле, конечно, когда мы будем говорить про Вьетнам дальше, мы будем говорить о том, как Вьетнам жил после французского колониализма и как он превратился в такое, так сказать, социалистическое государство. Основа этого социалистического государства была заложена тогда, в Средние века. Система коммуны и система бюрократического управления это же, на самом деле, абсолютный социализм. И в этом смысле не Маркс открыл подобное общество, а древние вьетнамцы. Ну и при этом нельзя сказать, что Вьетнам был однородным и единым во всё это время. Вот там следующая карта, которая у нас есть, Жень, покажите, пожалуйста, нам. Это типичная карта 17-18 веков Вьетнама. Контроль находится у разных кланов и у разных, скажем, семей, которые претендуют на то, чтобы управлять всем Вьетнамом. Этот контроль периодически переходит за территориями из рук в руки у разных. То, что называется ворлордс. То есть это очень напоминает ситуацию в Британии, но только, конечно, на тысячу лет раньше. Это конец первого тысячелетия в Британии, а не конец второго тысячелетия, как здесь. И примерно такие же отношения там были между этими ворлордс. Вот эта конкретная карта, она описывает следующую ситуацию. Здесь на севере семья военачальников, семья Тянов контролирует ситуацию. Центральную часть контролирует семья их военачальников, которая была семья, которая была семью главнокомандующего Тянов, которую они отделились, они отрезали себе юг и теперь контролируют её. Тяны же, благодаря этим Гуэнам, которые были военачальниками, успешно боролись с другой семьей, с маками. Маков отодвинули совсем на север, как видите, но немножко территория у них тоже осталась у маков. А на юге уже оставшееся государство, которое под контролем людей Чампа, которые ещё не захвачены, а есть ещё независимые государства племенные вокруг. И, в общем, вот эта конструкция, она будет доминировать в Вьетнаме фактически весь 17-й и 18-й век. В 18-м веке между Нгуэнами, бывшими военачальниками, и Тянами, которые захватили государство маков. Не путайтесь в этих именах, это не важно. Важно, что происходит такая большая игра престолов всё время во Вьетнаме. Будет хрупкое перемирие, север с югом будут как-то уживаться. Всё это будет очень неустойчиво. В конце 18-го века на юге вспыхивает крестьянское восстание против династии Нгуэнов, против жёлтеньких. Восстание свергает Нгуэнов, в живых из Нгуэнов остаётся один только человек, один принц Нгуэна, сын короля Нгуэна. Восстание идёт дальше, восстание идёт на север, восстание свергает и династию Тяну. Образуется новая династия Тайсон. Династия правит до 1802 года. В 1802 году Нгуэнах, последний оставшийся уже потомок Нгуэнов, побеждает силы Тайсон и становится последним основателем династии объединённого Вьетнама. Каким образом он это делает? Он делает, конечно, не сам по себе. В своё время он бежал на территорию Камбоджи, а теперь он возвращается с французскими колониальными войсками. В принципе, мы говорим уже о периоде колонизации. Индокитай в основном — это французская территория по многочисленным разделам мира. Он в этот момент отошёл к Франции. И французы, которые пытались много лет построить систему торговли с территорией Вьетнама, с вьетнамскими королевствами, не преуспевали в этом, потому что вьетнамские королевства в основном подходили к этому так же, как японцы. Они пытались отгородиться европейцев всячески. А тут им выпал такой шанс, когда лидер, который мог претендовать на престол, оказался в изгнании. И, объединившись с ним, они просто сажают его на престол для того, чтобы получить эту территорию в качестве дружества. Действительно, я, когда думаю про историю Вьетнама в XVIII-XIX веках, я думаю про то, что можно было бы снять потрясающую игру престолов про это пространство. Действительно, и интриги, и борьба, и войны, и взаимодействие между местными королями и попытка глобализировать это всё были очень интересными, если не понимать, какими страшными они были, как они расслабляли территорию. Так или иначе, в 1902 году Нгуэнах стал первым королём последней династии вьетнамских королей. И тут же выяснилось, что французы очень сильно присчитались. С тайсонами они как-то ещё торговали, а Нгуэна, использовав французов для захвата территории, объявили о том, что они закрывают свою страну намертво и начинают бороться с христианством как враждебной религии. И фактически Нгуэн начал строить Вьетнам по принципу государств пиратского берега. Помните, мы говорили про Персидский залив, про государство пиратского берега. Он начал выстраивать свою собственную армию, сделая основой её морской флот, а основой морского флота пиратов, которые были полунезависимыми, которые получали укрытие убежища во вьетнамских портах, но при этом основной их задачей было атаковать торговые суда христиан, французов, а при необходимости усмирять восстания в непокорных деревнях, которые не хотели подчиняться Нгуэн. Вполне возможно, что история Вьетнама дальше развивалась бы так же, как история Арабских Эмиратов, что в какой-то момент на месте Вьетнама возникло бы соглашение с французами всё-таки, пиратство прекратилось, и эта территория более-менее независимо жила бы и торговала, но она не успела. Династия Нгуэнов плохо принималась на этой территории. Территория Вьетнама, видите, она всегда плохо была объединяемой, она всегда пыталась распасться. Были постоянные восстания, восстания мешали торговать даже так, как это было можно. Восстания мешали развитию экономики страны. Страна Нгуэнов была очень слабой экономической в этом смысле. Франция, естественно, хотела монополизировать территорию для своей торговли, постоянно страдала от пиратов. Договориться она не могла. Представьте, французам всё это надоело, и в 1859 году французы начали просто откровенно колонизировать территорию Вьетнама. В 1887 году они закончили этот процесс, заставив короля Вьетнама, соответствующего Нгуэна, уже не первого, естественно, подписать документы о признании своей полной зависимости. Так начался колониальный период, французский колониальный период Вьетнама. А нам, наверное, надо вернуться к другим государствам, а до Китая, и довести их тоже до колониального периода. На территории современной Камбоджи, недалеко от Вьетнама, через горки, индийское влияние, как вы помните, мы об этом говорили, было значительно больше, чем китайское. Ну, через горы китайцам было идти неудобно, а индийцам было значительно ближе. Примерно в IV веке н.э. на этой территории образовалось первое централизованное государство. Вот у нас есть карта, можно её тоже поднять. Государство это называлось Фунань. И здесь, как обычно бывает в истории, заложена неправда, которую все повторяют, и которую я тоже вам буду повторять, естественно. Государство это называлось, разумеется, не Фунань. Фунань — это то, как оно называлось у китайцев. Потому что единственное упоминание, которое у нас есть об этом государстве, это упоминание китайцам. Соответственно, нам приходится принять китайское название, и многие популяризаторы истории при этом, естественно, говорят, что государство Фунань, государство выходцев из Китая, звучит это по-китайски. Ничего подобного, естественно. Никого отношения к Китаю она не имела, и у нас даже нет точных сведений, что это государство как-то заимствовало у Китая какие-то свои структуры управления. Язык точно был кмерзким, а вот письменных памятников не осталось, потому что у кмерзкого языка до VI века не было своей письменности. Поэтому, судить о том, что происходило, нам нужно только по отрывочным сведениям, которые приходили из Китая. Государство это упоминается с I века нашей эры и до VI века нашей эры китайцами. Прежде всего, это, конечно, торговый союз городов, который объединяет мандалы вокруг дельтах Меконга и Чао Прай. Причём, какого рода это торговый союз городов? На раскопках, начиная с I века нашей эры, на этой территории находят предметы, произведённые в Древнем Риме. То есть, вы можете себе представить масштаб торговли, который в этом месте происходил. Понятно, что там есть китайские предметы, понятно, что там есть предметы из Индии, предметы с островов Полинезии. Ну и причём, значит, из Малой Азии и из Древнего Рима предметы тоже там попадаются. Вот что такое торговый путь, который здесь идёт. Фунань в этом смысле можно было бы, наверное, сравнить с городами Малой Азии. Тоже он находится посередине между разными империями. И, как мы с вами в прошлый раз говорили, это расположение посередине между, оно располагает к торговле и не располагает к развитию. При этом территория достаточно густо заселена. И судим мы о том, что она достаточно густо заселена не потому даже, что мы можем получить непосредственно в раскопках, а потому, как резко наступает упадок этой территории в V-VI веке нашей веры. Почему наступает упадок? Потому что холодание. Если мы вернёмся с вами к истории Европы, мы, по-моему, даже обсуждали когда-то в своё время эту историю. Конец IV, V, VI века — это похолодание, это продвижение кочевников на запасе с похолоданием, это продвижение чумы, это первая большая чума, юстинианова чума в Европе. Чума распространяется, естественно, и на Индокитай. И чума тем больше воздействует на территорию, чем больше плотность населения на этой территории. Естественная новость. И на Вьетнам это воздействие очень ограничено. На территорию, скажем, Дельты Чао-Пра и Срединного Индокитая это воздействие вообще незаметно. Но там ничего не было, ничего и нет. А вот на Фунань воздействие катастрофическое, и это даёт нам основания говорить, что там плотность населения была очень высокая. После VI века территория меняет названия на Чен-Ла. Сравните Чампа, Чен-Ла, да, это близкие названия фонетические, видимо, это близкие конструкции. Чен-Ла — это было одно из названий городов-вассалов, видимо, лидеры этого города, который меньше пострадал, захватили власть во всей стране. Тогда же там начинает появляться письменность, тогда же появляется хмерский алфавит, который был заимствован у южных индусов, так называемый Паваловый алфавит. Влияние Индии, конечно, там было очень сильным. Территория начинает переизобретать себя в этот момент с нуля, с активными связями, с островами, с Суматрой, с Хиавой. И прибрежные зоны этой территории, вот если карта висит, вы можете посмотреть, что там весь залив, это практически прибрежная зона, Саамский залив. Прибрежные зоны постоянно переходят из рук в руки местных материковых правителей и правителей островов Суматра и Ява. Пока где-то в девятом веке нашей эры выходцы с Явы не объединяют все эти земли, не создают столицу под названием Ангкор. Если кто-то из вас в Камбодже был, то наверняка был в Ангкоре, в Ангкорбате. Это фантастические совершенно храмовые комплексы. Они построены примерно вот тогда или чуть позже, там действительно очень красиво. Образуется Кмерская империя. Кмеры, опять же, это вот выходцы с полинезийских островов. Происходит это примерно тогда же, когда викинги начинают продвигаться в Северном море на территорию Франции, на территорию Великобритании. И здесь это движение тоже, наверное, можно сравнить с движением викингов, только с островов. Такие же фильмы можно было бы, наверное, снимать и такие же книги писать. Пока это никто не сделал, правда. Кмерская империя, как я уже говорил, формально считалась занимающей всю территорию центрального Индокитая, но это потому, что там просто никого не было. В основном эта империя сосредоточилась на юге, на южных территориях. И здесь смотрите, что здесь важно понимать с точки зрения конструкции, культуры и истории. Вот представьте себе или посмотрите на карту, если Женя нам опять покажет последнюю карту, как здесь всё устроено. Индокитай с запада граничит с территориями Мон и Индии. Там достаточно развиты Махва-Бхарадхи и развиты первые империи, в том числе империя Маури развивается. Вот Индия. Между этой территорией, территорией Индокитая, есть один сухопутный проход. Он называется перевалом Трипагады. Потом, когда мы будем говорить про развитие Таиланда, я его вам ещё покажу подробнее. Через этот проход идут торговые караваны. Эти торговые караваны идут в города Чао-Прая и Меконга по суше. А южнее можно достаточно легко переправиться через полуостров из Андаманского моря в Сиамский залив и полностью игнорировать вообще пространство империи Хмеров и сразу двигаться вокруг к Меконгу и к городам Южного Вьетнама. И в этом смысле города Южного Вьетнама ты никак не обойдёшь, они получают 100% трафика, а города империи Хмеров получают, ну не знаю, 50% трафика, или даже меньше, потому что весь трафик с островов идёт сразу через Вьетнам наверх на Китай и сразу с другой стороны через Андаманское море. В этом смысле, естественно, города Хмеров и вообще империя Хмеров, она наиболее vulnerable, она наиболее слабая в том смысле, что все изменения в движении торгового пути, они отражаются на них в первую очередь. Поэтому Вьетнам и Южный Вьетнам настолько стабильны, и поэтому мы видим проблемы в первый малый ледниковый период, первое похолодание на территории Хмеров. И такие же точно проблемы мы увидим и во второй период, который идёт в конце 12-го, начале 14-го века. Это тоже период Чумуни в Европе, тоже период Чумуни до Китая, период похолодания, очередное изменение климата и очередной удар, который получает империя Хмеров в этот момент. Густонаселённые города Хмеров плохо переносят эту эпидемию. А почему они густонаселённые? Опять же, смотрите, огромный длинный Вьетнам, с распределёнными торговыми форкостами, нуклеаризированы деревнями. Каждая деревня живёт сама по себе, у них свои законы. Население распределено очень равномерно. И централизованные торговые города Хмеров, которые фактически находятся в двух дельтах, они построены так, что у них два центра. Естественно, плотность населения там выше. Плотность населения выше, объём доходов от торговли ниже, и поэтому, конечно, они будут больше страдать. И поэтому после XIII-XIV веков мы наблюдаем закат Камбоджийской Хмерской империи. И одновременно, как я уже рассказывал, идёт переселение с севера мощного, обременённого китайской культурой, китайскими технологиями народа Тай, народа очень жёсткого, народа очень воинственного. Это сейчас мы едем в Таиланд, они очень приветливые. На самом деле это очень воинственный народ, и мы это даже в XX веке будем видеть тоже, что это за сильная нация мощная. И вот это давление условных кочевников, условных, потому что они не кочевники, они мигранты фактически с севера, и потери, кризис, связанный с похолоданием и чумой, и снижением товара оборота, фактически убивают Камерскую империю. Камерская империя, которая была очень красивой, интересной, и очень много памятных культурой от неё остались, в том числе и письменных, памятных культурой, я очень советую всем, кто не был, съездить в Камбоджу, поездить, посмотреть. Это правда очень интересно, это не хуже, чем Ближний Восток. Эта империя к XVI веку фактически перестаёт существовать. Она становится протекторатом нового возникающего королевства, которое в какой-то момент начинает называться Сиам, откуда она берётся, мы поговорим через секунду. А в 1867 году просто до кучи, потому что Франция колонизирует Вьетнам, Франция объявляет о протекторате на территории Камбоджи, а власти Сиама не ссорятся с французами. Почему? Тоже мы через пять минут поговорим. У них были основания, с французами не ссорятся, и спокойно отдают эту территорию французам. Так формируется вторая часть французской колонии в Индокитае к концу XIX века, вторая и, в общем, последняя, потому что остальная часть Индокитая французской колонии не остановится. Почему? Давайте как раз об этом сейчас и поговорим. У нас как раз с вами есть достаточно для этого времени. История Таиланда, сегодняшнего Таиланда, куда сейчас уехало много россиян, куда все любят ездить отдыхать. Таиланда — это земля тайцев, фактически, в переводе. Или Сиама, если хотите. Очень долгое время эта территория называлась Сиамом, а Сиам переводится с тайского как «земля чужаков», «земля пришельцев». То есть они сами себя называли пришельцами. История эта начинается, как я уже говорил, медленно, она начинается с VIII века. И постепенно, постепенно, постепенно тайцы, уходя из Китая, занимают территорию запада Индокитая, продвигаясь на юг. И где-то к XIII веку, тому самому XIII веку, который нанесёт свой удар по Камбодже, они занимают достаточно большую территорию, образовывая королевство, которое называется «Китайцами Аютаи». Как оно называется тайцами, мы не в курсе. Они постепенно причиняют себе города Дельта Чао-Прая. Но это самое лёгкое, что было сделать. Чао-Прая – это место, которое исключительно питается от сухопутного торгового коридора. Сухопутный торговый коридор они перерезают первым, потому что он на севере. Посмотрите, если ещё раз посмотрите на карту, которую сейчас нам Женя покажет. Аютаи отрезает фактически этот коридор, продвигается на юг, и без этого коридора города Чао-Прая не в состоянии самостоятельно существоваться. И вот если вы здесь посмотрите, Лангна, Лангсан, Аютаи – это государство, королевство, world lordship, whatever, как хотите, называется. Это уже тайцы. Это территория, занятая этим новым народом. Эти пространства, они начинают формирование новой сущности, новой общности, постепенно, постепенно отодвигая к мерам, всё дальше и дальше. Вся история этого народа тайцев на новой территории, практически вся эта история до середины XVIII века, это история войн с империей народа Мон, с империей бирманской, как мы сейчас её называем. Это периферийная индийская империя, она была в очень плотном контакте с Индией постоянно. Мы о ней с вами не говорили, потому что она занимала периферийную позицию. Ну, если когда-нибудь мы захотим, мы поговорим о Бирме отдельно, это совершенно отдельная тема. С точки зрения экономической истории ничего особенного примечательного там нет, поэтому я её, кстати, и опускаю. Но тем не менее. Вот если посмотреть на физическую карту, которая тоже у нас есть, Женя, я думаю, сейчас её тоже покажет. Вот здесь надо говорить об этом перевале. Вот я красными линиями отметил перевал Трипагода. Это фактически единственное место, где можно беспрепятственно перейти из Бирмы в Сиам, или в Таиланд. И вокруг этого перевала, естественно, шли постоянные войны, потому что уже и народ МОН хочет распространяться на восток. И тайцы отодвинули их и занимают эту территорию. Войны эти были бесконечными. Периодически территория, занимаемая Аютаи и другими государствами, разрушалась бирманцами периодически. Таицы переходили на территорию Бирмы и нападали на Бирму. В середине XVIII века ситуация была совсем плохой. Аютаи была бирманцами разрушена, столица захвачена. На этом месте стали вырастать мелкие города-государства. И считается, что первое новое тайское государство, которое называлось Тамбуре, создал некий китаец, китаец-иммигрант, который приехал в Тай по неизвестным для нас причинам, которого звали Токсин. В 1767 году он был коронован под именем Токсин Великий, как король тайцев. И вообще у тайцев, надо сказать, у них богатая история коронования чужаков на свой престол. Сейчас мы об этом тоже поговорим. И на конец XVIII века картинка будет выглядеть вот как на следующей карте, примерно. То есть разрозненные тайские государства, которые кое-как защитились от бирманцев. Центр Тамбуре, которым управляет Токсин Великий, постепенно Токсин Великий присоединял к себе эти государства. Ещё примерно 20 лет он занимался тем, чтобы объединить это пространство. Надо сказать, что его главнокомандующим был бирманец по национальности. То есть он происходил из Монпипл, которого звали Чакри. Он успешный главнокомандующий, который на Токсина Великого 20 лет честно работал. Через 20 лет объединив страну, он решил, что он не хочет работать на других, хочет сам руководить страной, которую он создал. Сохватил власть, казнил Токсина, окончательно победил бирманцев и создал первую китайскую династию. Первая китайская династия была создана таким образом бирманцем. Фактически. Он переназвал страну, тогда он как раз назвал страну Сиан. Это земля чужаков, земля пришельцев. И, естественно, надо сказать, что, конечно, как всегда бывает в этой ситуации, мы с вами с этим ещё будем встречаться в Монда Китая не раз. Тут же обнаружилось, что у генерала Чакри есть корни королевской семьи народа Мон, что он происходит из королевской семьи. Народу Мон об этом было неизвестно. Народ Мон пережил отсутствие этого известия, но тайцем это было очень важно. И взойдя на трону, он принял имя Рама Первой. Божественное имя, фактически. С тех пор Таиланда будет править одна-единственная эта династия, основанная бирманцем. Тем не менее, эта династия будет всегда очень националистическая. Она будет всегда продвигать идеи тайского национализма, так как этого никогда не было ни в Камбодже, ни во Вьетнаме. Вообще, Вьетнам никогда не был государством, которым двигал национализм. Таим всегда будет двигать, Вьетнам будет всегда двигать конструкцию, идея того, как государство должно быть устроено. А Таиландом всегда будет двигать национальное ощущение, национальное чувство. Первые признаки национализма появились уже в начале XIX века по очень простой причине. Раме Первому нужно было уничтожить все следы китайца Токсина, его родственников, его друзей, его соратников. И поэтому первая кампания против Токсина и за установление неограниченной власти Рамы Первого имела очевидный совершенно антикитайский привкус и вложилась на благодатную почву. В стране было от 10 до 15% этнических китайцев, которые конкурировали с тайцами за землю, за работу, за экономическое положение. И поэтому антикитайский нарратив оказался невероятно устойчивым. Он устойчив до сих пор. Он пульсирует в этой стране, мы будем об этом говорить. В зависимости от ситуации он то возникает, то исчезает, то становится больше, то становится меньше. Тем не менее, расправившись с китайцами, с потомками и с последователями Токсина, короли Таиланда вели себя более-менее мирно и спокойно. Его сын и его внук Рама Второй, Рама Третий. У них очень много фантазий у них было с точки зрения имён. Сохраняли в стране относительный мир. И главной своей задачей видели противостояние колонизации. Здесь колонизация шла с двух сторон. С запада шла британская колонизация, в этот момент с востока шла французская колонизация. Однако, и здесь возник абсолютно новый и достаточно уникальный метод противостояния этой колонизации, короли Сиама видели свою задачу не в том, чтобы сражаться и не в том, чтобы закрываться, а в том, чтобы создать для колонизаторов такие условия, при которых колонизировать территорию они не захотят. В отличие от вьетнамского подхода, никакой самоизоляции, никакого сопротивления Сиам не оказывал. Сиам сосредоточился на заключении торговых договоров с европейцами, с китайцами, с японцами, со всеми, кто был рядом, в том числе даже с Россией. Такого рода, чтобы все крупные торговые державы были удовлетворены. С 1855 по 1869 год были заключены соглашения с Великобританией, Францией, Германией, Россией, Австро-Венгрией, Японией. Все эти страны получили в общем то, что они хотят. И под сенью, или в тени этих торговых соглашений, Сиам проводил достаточно активные экономические и культурные реформы. В 868 году на престол зашёл уже Рама V. Он уже имел полное западное образование. Он учился в Европе. Он был абсолютно прозападным человеком. Ну, прозападные люди бывают разные. Будем говорить про историю XX века, в Индокитая. Там чего только не понаделывали прозападные люди. Но Рама V был абсолютным западником в нашем понимании этого слова. Для него были специально разработаны так называемые 9 правил реформ. 9 принципов построения нового Китая. Ох, нового Китая. Нового Тая, нового Сиама. Я эти 9 правил сейчас вам просто зачитаю. И попытайтесь сравнить это с тем, что происходит сейчас в современных государствах. Значит, вот как они выглядят. Изменение абсолютной монархии в сторону конституционной монархии. Построение кабинета министров и правительства министров. Распределение власти министрам. Продвижение внятного, понятного и однозначно читаемого правила престола наследования. Изменение системы оплаты бюрократии с оплаты комиссии на оплату зарплат. То есть вынесение экономических интересов бюрократии за рамки бизнеса. Продвижение единства и равенства всех перед законом. Реформа юридической системы на основе не конфуцианской, а западной модели. Продвижение свободы слова. Поразительно, да? Для середины XIX века. В Индокитая. И установление системы бонусов для бюрократии в зависимости от того, насколько хорошо работает бюрократ. В рамках этих девяти правил в конце XIX и начале XX века государство Сиам развивалось. Действительно развивалось достаточно хорошо экономически. Помимо этих реформ было отменено рабство. Мы с вами об этом не говорили, но в Индокитае рабство процветало. И в Вьетнаме, естественно, и в Камбодже, и везде процветало до конца XIX века. Если вы сейчас сказали ой-ой-ой, то не надо говорить ой-ой-ой, она процветала и в США до конца XIX века, как вы знаете. Так что ничего удивительного в этом не было. Но борьба с потенциальной коммунизацией, естественно, шла не только на экономическом фронте путём полного открытия страны, но и парадоксальным образом на фоне полного открытия страны, гастернизации страны, издания прозападных законов, она шла и путём развития националистической пропаганды. Националистическая пропаганда, правда, она устремлялась в основном на восток и на север. Она была не против западных стран, она была против Китая. Она формировала нацию фактически запугиванием, подрывным влиянием китайских агентов. А параллельно в стране вводились законы, которые определяли понятие гражданства по крови, почти как в Германии в своё время, в XX веке. Вводились западные стандарты на обязательное наличие фамилии, обязательного школьного образования, семиклассного. То есть страна как бы просвещалась и параллельно погружалась всё дальше и дальше в абсолютно националистические тенденции. Антикитаизм вообще был центром политического нарратива, несмотря на то, что в Сиаме было очень много китайских рабочих и вообще достаточно много жило китайских работников. Серьёзной частью пропаганды было воспоминание о временах до миграции, когда китайцы угнетали тайцев, когда китайцы выдавливали тайцев со своей территории. И в конечном итоге, если мы посмотрим на эту территорию в начале XX века, на этой территории сформировалось фактически одно независимое националистическое псевдоевропейское государство Сиам и большой французский протекторат, который состоял из трёх частей Вьетнама, вообще из территории Вьетнама, из территории будущего Лаоса, где в общем ничего особо не было фактически, Камбоджи и даже немножко северо-востока Бирбин. Ханой считался столицей французской колонии, но основная масса европейцев жила вокруг Сайгона. Сайгон — это дельта Меконга, Сайгон — это бывшая территория Чампо. Население вокруг Сайгона было немножко другим, не таким, как на севере Вьетнама. Китайское влияние там было, опять же, немножко другим и меньшим. Индийское влияние было немножко большим. И Сайгон был таким, условно говоря, немножко Киевом, Ханой был немножко Москвой, если так сравнивать эту картинку. Я знаю и понимаю, многие мне приведут эту знаменитую цитату, что дурак видит сходство, а умные различия. Но в данном случае это сходство есть, и это сходство надо запомнить, потому что оно будет влиять на развитие событий дальше. Сильно люди из Ханой, люди вокруг Сайгона не очень понимали друг друга, не очень воспринимали друг друга в этом смысле. История колонии не была спокойной. В конце 19 века примерно треть европейцев, которые поселились в этой колонии, была так или иначе убита в процессе восстания. В общем, ситуация была достаточно кровавой. Как минимум трижды возникало большое восстание на территории Северного Вьетнама. К 20-м годам 20-го века во Вьетнаме сформировалось некое национально-освободительное движение, которое, естественно, базировалось вокруг Северного Вьетнама, потому что Южный Вьетнам не был натуральным Вьетнамом никогда, и корней такого движения там не было. Движение это было очень пёстрое, оно чем-то напоминало российскую оппозицию сегодня по подходам. Человек, которого звали Фан Чао Тринг, возглавлял движение, основанное на принципах Ганди, то есть условного непротивления злу насилию, гражданского неповиновения, попытки освободить естественным путём. Другой лидер этого движения, Фан Бой Чао, считал, что необходимо получить помощь из Китая, то есть он был таким прокитайским лидером и военным путём добиться независимости. Был и третий руководитель этого движения, которого звали О Шей Мин. На самом деле его звали Нгуэн Син Кун или Нгуэн Тат Тон. У него было очень много имён, очень много псевдонимов. Он был самым младшим из лидеров. Он родился в 1890 году только. Это человек, который оставит огромный след в истории Вьетнама потом. Он был тоже прозападным человеком, так же, как и короли Сиама. Он учился в очень престижной французской школе в Кануэ в своё время. Он успел пожить в Штатах, он успел пожить в Британии, успел пожить во Франции. Надо сказать, что где-то до 40 лет своей жизни он работал официантом и поваром в ресторанах. У него не было особых идей заниматься политикой, бизнесом или чем-то другим. И, наверное, не случись в его жизни несколько достаточно замечательных, знаменательных встреч, Хо Ши Мин так бы остался хорошим поваром. Владел бы каким-нибудь прекрасным рестораном в Париже. Мы бы знали его как предшественника города Нарамс и других великих поваров. При этом Хо Ши Мин был большим националистом по традиции, я бы сказал. Он получил свой национализм от отца. Отец Хо Ши Мина, надо сказать, был влиятельным чиновником-конфициантом, который прекрасно работал на французов в колонизированном Вьетнаме, в Френчинда Чайнах, до момента, когда его уволили со службы за злоупотребление властью. Оказалось, что он выписывал провинившимся вьетнамцам слишком жестокие приговоры, и французским начальством надоело это в момент, когда кто-то умер под пытками из тех, кем он был обвинён и приговорён к этой пытке. После его увольнения он очень сильно обиделся на французов, которые не оценили его рвение, и стал ярым националистом. Свой ярым национализм он передал так или иначе своему сыну. Хо Ши Мин активно, всегда выступал за национальную независимость Вьетнама, но вот до 20-х годов, 20-го века он проживал всё-таки, тем не менее, на территории колонизатора, на среде Франции. Как вы помните, мы говорили об этом ещё, когда говорили про Индостан, очень многие патриоты развивающихся стран очень любят проживать на территории стран-колонизаторов и отправлять туда свои семьи. Долго или коротко, в 29 лет, будучи поваром в Париже, Хо Ши Мин встретился с Фан Чао Трингхом. Помните, мы говорили о таком лидере сопротивления вьетнамского, который основывал своё сопротивление на принципах Ганди, и присоединился к местной группе агитаторов, борцов за свободу Вьетнама. Время это было очень важное. 19-й год, время передела мира. Помните, Версальские соглашения. Фактически вся Восточная Европа делится заново, вся Малая Азия делится заново. Группа Фан Чао Трингха пыталась сделать то же самое, что группа Бен-Гуриона делала в Лондоне. То есть добиться от держав признания того, что коренным вьетнамцам должен быть выделен какой-то их собственный национальный очаг, так же, как Бен-Гурион добивался и добился, надо сказать, у англичан для евреев. Хо Ши Мин присоединился к этой работе, стал активно вместе с коллегами писать письма главам держав Антанте, писал письма Уилсону и Климонсос, просьба его принять. И обсудить этот вопрос, написать что-то по аналогии декларации Бальфура. Но был проигнорирован, никто не стал его принимать. И, видимо, поэтому он присоединился к французской социалистической партии и с этого момента стал занимать просоветские и прокоммунистические позиции. Таким, если можно сказать, методом исключения. И это, собственно, определило судьбу будущего Вьетнама, скорее всего. Потому что если бы Вилсон или Климонсо, или там оба, они как-то отнеслись всерьез к разговору о национальном освободительном движении в Вьетнаме, вполне возможно, Вьетнам не пережил бы после этого, того, что Вьетнам пережил в 20 веке. Надо сказать, что забавно, что Хо Ши Мин в это время уже был не просто поваром, он начал писать, он подрабатывал колонками во французских газетах, был колумнистом или блогером, как сейчас бы сказали. И любимой темой Хо Ши Мина, вы будете смеяться, была борьба за чистоту французского языка. В частности, после его статьи про использование спортивными комментаторами французом и англицизмом, премьер-министр Франции Пуанкаре официально издал указ, которым запретил использовать слова «Ли менеджер, ли раунд или нокаут» во Франции. Требовал у комментаторов перевода их на французский язык, так что Хо Ши Мин внёс вклад неизгладимую французскую культуру в том числе. Ну а в 1922 году Хо познакомился с генеральным секретаром Каминетерна Дмитрием Мануильским и отправился в нелегальную поездку в СССР, что тоже можно понять. Он от западных держав не получил понимания, он решил получить это на Востоке. В 1924 году он уже участвовал в пятом конгрессе Каминетерна. В ноябре этого же года он переместился в Китай из Франции и уже начал работать как агент Каминетерна. Фактически жил он тогда у местного же агента Каминетерна Михаила Бородина. И с этого момента начинается его борьба, всерьез его борьба за социалистический Вьетнам и за вьетнамскую независимость. А что было дальше с Индокитаем, соответственно, мы с вами поговорим в следующей программе, потому что время у нас же с вами подошло к концу. Дальше начинается самое интересное, естественно, как обычно в этой ситуации. А сейчас я буду с вами прощаться. Спасибо вам еще раз за внимание. Увидимся через неделю. Спасибо большое, Андрей Андреевич, Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компании по управлению инвестициями Мовчанс Групп. Я Евгения Большакова, а вы обязательно подписывайтесь на «Живой гвоздь», чтобы в следующий вторник не пропустить все самое интересное про Индокитай. До встречи. Всего хорошего.